Привет всем зрителям моего канала в YouTube. Спасибо вам за помощь, за лайки, за репосты, за внимание к моим онлайнам, к повторникам в 5 часов вечера. И за ваши донаты огромное спасибо от всего сердца. Продолжаем разговор про политику, про то, как Россия хочет себе починить Украину и какие новые методы для этого она изобретает. Итак, недавно Киев посетил главный редактор радио «Еха Москвы» Алексей Венедиктов. Это такая фигура, если кто-то, ну журналисты украинские, наверное, слышали, если кто-то не знает, это многолетний главный редактор радио «Еха Москвы», который позиционирует себя как либеральное радио, как радио, отражающее разные точки зрения, и как радио, где, ну такой островок свободы в России. Но начнем с того, что это давно не так, и не так это с 2014 года. До этого радио, входящий в холдинг «Газпром Медиа», то есть это путинская чистая финансовая, «Газпром» это его компания. Вот эти люди, они не все там корректив разные, ну там как бы все люди более или менее маленькие, а Алексей Венедиктов большой. И он сразу лег под Путина, но просто не стал заявлять на весь мир, он хитрый, умный. Он начал добавлять в эфиры на сайтах «Еха Москвы» агитаторов русского мира, откровенных убийц, Стрелкова, Гиркина, Пескова, подельника Путина, пресс-секретаря. Также таких людей, как царев и так далее, и так далее. То есть не просто антиукраинских настроенных, а людей с террористическим шлейфом, с шлейфом участников откровенной войны против Украины на уничтожение нашей страны. Я тогда жил еще в Москве до лета 15-го года и наблюдал за этим всем онлайн. Я тогда еще там публиковался, я тогда был благодарен лично Венедиктову и говорил ему об этом, что он мне дает высказываться по теме аннексии Крыма, по теме крымских татар. Действительно, он публиковал все это без цензуры, но это было не из любви ко мне, не из сочувствия Украине и крымским татарам. Это было по одной причине. Он создавал вот это гибридное радио времен Четвертого Рейха, Русского Рейха, в котором как бы будет все, и как бы будет разница разноголосица мнений. Одновременно ему были спущены из Кремля в такие неоткуда взявшиеся блогеры, типа некоего Александра Горного, который воспевали русскую весну. Люди без лица, без репутации, без имени сразу попадали на главную страницу сайта Эхо Москвы. Это только один пример, там другие адепты русского мира были. Это как бы толерантность, как бы демократия, свобода слова и так далее. И под этой маркой Алексей Венедиктов вот сформировал этот ударный медийный отряд Русского Рейха, замаскированный, как знаете, диверсанты в маскахалат под цвет местности, под либералов, под свободу слова. Все это длилось, потом, естественно, меня не перестали публиковать. Там в редакции работают откровенные крымношисты в руководстве, откровенные враги Украины, которые не скрывают своей радости от гибели наших солдат, не скрывают своего счастья от оккупации нашей территории. Но не будем это все, весь этот клоповник разбирать, остановимся на главном. Там, собственно, единственный эктор, там, единственное действующее лицо, это Алексей Венедиктов. Человек, который давно является как бы посредником между Путиным и оппозицией. Как бы все эти вот митинги всех этих времен, с начала войны, даже и до того, он модерировал, он там ходил к Путину, что-то там просил, выбивал какие-то места под митинги. И несколько раз проговаривался, что у него хорошие отношения с Путиным. Да, он его критикует, ну, как знаете, разрешено либералам при фюрере что-то там вякать. Но в целом он, не в целом, а полностью и целиком, он лежит под Кремлем, он является фактически сотрудником Кремля. Он, во-первых, зарплату получает в Газпроме, во-вторых, указания получает напрямую из Кремля. Он ходит на планерки в Кремль, ходит на эти медийные совещания, как гибридно обманывать Запад, как лгать, какие хитрые ходы выстраивать. И вот эта вся медиа империя, типа там Russia Today спутника или там этой самой, как ее, ну, Россия 24, это все рассчитано на плебс такой. И в мире вот этот русскоязычный плебс, и на местный плебс, вот это вот, Россия, всех порвем, там можем повторить и так далее. Это как такая регулярная армия русского рейха в медиа. А Эхо Москвы это такой спецназ, это такая элитная разведка, элитная спецназ, который включает в себя там агентуру, включает в себя замаскированные части, включает в себя четко отработанные технологии по обдуриванию Запада, обдуриванию Украины, по такой изысканной фальсификации. Это тонкая работа, это на самом деле действительно спецназ русского мира. Эхо Москвы, и главным образом сам Бенедиктов, который всем этим спецназом управляет, он, я думаю, находится в иерархии, но вот если, ну он не Геббельс, Геббельс там, наверное, роль Геббельса играет сам Путин, и какие-то люди там, он никому это не отдаст, эту роль, кто-то из них, такого явного Геббельса в России нет, наверное, но если не считать им Соловьева, но это все-таки человек за деньги поет, но вот они идейные. Значит, коллективный Геббельс, это вот Путин с его ближайшей командой, а Бенедиктов это с самого высокого ранга такой рейхс-канцлер, не знаю, как иерархии третьего рейха по информации. Какой-нибудь там лучше разбираются люди, но очень высокая должность. Он гораздо, я думаю, ближе к Кремлю, чем какие-нибудь добродеевы, которых там просто за прислугу считают и так далее. Охмурять лохов это одно, а охмурять весь мир, фальсифицировать свободные медиа в России и так далее, и продвигать Кремлевскую повестку в Украине во всем мире через такие хитрые ходы и всякие заходы с разных сторон, это может только элитная часть, это как элитное управление ФСБ, это как элиты какой-нибудь армии. И вот такой человек Бенедиктов пять лет, с 14-го года не приезжал в Киев и тут начал ездить, и начал ездить, он сам это пишет, активно, постоянно и так далее. Он приходит в эфиры пророссийским ведущим, пророссийским СМИ дает интервью, СМИ Медведчука, что интересно, подчиненный Медведчуку и людям, связанным с Медведчуком. Он рассказывает откровенно о своих планах, зондирует планы открытия капкарпункта этого Газпромовского, Кремлевского радио в Киеве, и хотя вроде бы эти планы встречают в сопротивлении представителей власти, он продолжает это говорить, и последнее, до чего он договорился, это то, что Зеленский не против того, чтобы такие СМИ, как Эха Москвы, не упоротые, не явные, не танк, не такие вульгарные войска в Украине, а спецназ замаскирован, чтобы он был в Украине, типа не упоротые, ну, такие интеллигентного вида штирлицы были внедрены. Он говорит уже, то есть, вдумайтесь, человек пять лет не был в Украине, приезжает в страну, раздает интервью коллаборантам, откровенно служащим России, и уже говорит от имени Зеленского, говорит от имени президента Украины. Такого не позволяет себе тут, наверное, никто из даже близкого окружения, ну, не будем считать некоторых болтунов, но, в принципе, высказываться от имени Зеленского, я думаю, что особенно никому не приходило в голову в Украине, а человек приехал из Москвы, ближайшее окружение Путина, и говорит, что Зеленский так считает. Мнение Зеленского на сей счет мы не знаем, хотелось бы его услышать, но я что-то не уверен, что Зеленский прям открытыми объятиями ждет тут радиостанцию Эхо Москвы со всеми Царевыми, Гиркинами и так далее, со всем этим русским миром, да, антиукраинскими спикерами на сайте и в эфире, и я думаю, что, ну, как бы не будет тут никакого корпункта Эхо Москвы, но цель не в этом. Как знаете, это закидывай дальше, а там что получится. Проси больше, а там что выйдет. Добивай себе большего, а там что, как жизнь пойдет. И вот, значит, он приехал в августе, по-моему, еще приезжал до этого. Теперь он собирается в сентябре, он об этом открыто пишет. И что еще интересно, он не скрывает своего, вот в это же время общения с представителями путинской конкретно рейс-канцелярии, а именно с одним из главных идеологов и исполнителей коллективного Геббельса, с Дмитрием Песковым, пресс-сектором Путина, с которым они тесно дружат, они не скрывают, то есть человек, друг Пескова, приезжает в Киев, хочет открывать тут корпункты. Ну, это само по себе уже орубовщенный переворот сознания. Вот, ну, вот так. Их фотографируют в Москве беседующими, но я написал, что там они, возможно, обсуждают итоги поездки в Киев и планируют план на новый. На что они там обсуждали, конечно, мы не видим по фотографии, но то, что это стеснейший круг Путина, это ближайшие люди Путина, что Винитов вхож к Путину, вы не вызываете ни малейших сомнений, ну, просто у любого думающего немножко человека. Теперь сегодня Игорь Соловей, мой друг, написал текст, и фейсбук его тоже дал, о том, что якобы Венедиктов стал заместителем, если так можно выразиться, Медведчука по неформальным контактам между Москвой и Киевом. Ну, тогда это был Порошенко Путин, а сейчас это Зеленский Путин. Зеленский выгнал одиозного Медведчука, и на его место, видимо, Кремль предложил ему, типа, такого неодиозного, либерального, такого человека, нетоксичного, которому может быть посредником. Сразу скажу, что я не знаю, так ли это. Мои источники, знакомые в администрации президента Зеленского, говорят, что он не вхож никуда, что никаких писем по освобождению предателя и шпиона Вышинского он не передавал, хотя сам Веникс говорил, что предал, но мне сказали, что никакому Зеленского не допускали. Но опять, верите в это или не верите, второй вопрос. Но раз об этом идет речь, значит, в принципе, такое возможно. И вот если кто-то думает или в администрации Зеленского, или сам Зеленский, что Венедиктов это более релевантные, более такая спокойная, более достойная фигура для посредних, как посредних контактов с Путиным, то я их могу разочаровать. Это гораздо более опасный враг. Это враг опаснее Медведчука намного. Медведчук зашкваренный в мире в целом и в Украине. Медведчук, он довольно брутальный такой пророссийский товарищ, чем-то похожий на вампира. Но гораздо опаснее троянский конь Венедиктов с таким интеллигентским лицом, со всякими такими шуточками и пребалуточками, умными фразами и так далее. Хотя, в принципе, вот то, что он говорил в эфирах и в интервью в Украине, это подпадает спокойно под статью о территориальной целостности Украины. И, в принципе, можно и нужно из БУ запретить въезд этого человека. Человек говорит, Крым не нужен, про Крым забудьте. Кому он говорит это? Россиянин говорит нам тут, что мы должны забыть про Крым. Крым намекает на размен Крыма на Донбасс. Это он украинскими территориями тут распоряжается, у нас тут находясь в Киеве и так далее. То есть, да, в Крыму он не был, но даже вот этих высказываний в этих интервью здесь за его последнюю поездку, формальной, достаточной для спецслужбы воюющей страны, чтобы просто молча, без объяснения причин, отказать ему во въезде в следующий раз. Вот он в сентябре собирается. И если эта история чистая, то есть нет никаких этих потреднических миссий и всего остального, вот этих хитрых, подковерных каких-то ходов и мостов с Путиным, а есть публичная политика, то ему, конечно, должны закрыть весы Украину. Потому что такой провокатор тут Зеленскому нафиг не нужен. Он завтра договорится до того, что начнет от его имени что-нибудь рассказывать, заключать договоры и так далее, и посадит Зеленского в лужу в итоге. И в принципе он тут не нужен. Но если эти визиты продолжатся, а Венедиктов он такой, он ничего не скрывает, он очень публичен, он строит из себя публичную либеральную фигуру, мы станем свидетелями того, как Украину работят вокруг пальцев. Венедиктов это очень искусный человек. Это не брутальный такой топор, ну этот, господи меня, ну медведчук, да? Это гораздо более хитрое оружие, многофакторное, многовекторное, гибридное и так далее. Если Зеленский или его окружение решат довериться в чем-то Венедиктову, поверить в его посредническую миссию, или там в его медийные таланты, или что-то еще, я заранее этих людей поздравляю, вы уже проиграли. Вы совершенно спокойно можете забыть про то, что вы играли, будете игроками в этой игре, они вас сожрут. Потому что вы играете с позиции Украины, с позиции закона, с позиции здравого смысла и цивилизации европейской. Они играют с позиции захватчика и выставляют в эту фигуру, внешне приемлемую только для того, чтобы вас сожрать. Каким образом и в какие сроки они вас сожрут, я не знаю, конечно. Но то, что они обязательно подведут вас под какой-нибудь договор, в котором вы будете выглядеть, как проигравшие вместе с Украиной, я об этом не сомневаюсь. Вопрос только в сроках и степени глубины этой ямы, в которую они вас затаскивают. Венедиктов, глядя, если его допустят, до Зеленского, до куда-то еще, он очень обаятельный, он очень говорливый, он очень серьезный, он очень вкратчиво говорит и смотрит в глаза собеседнику. Он может убедить в чем угодно, и в том, что с Путиным можно договориться и так далее, и людям, не очень знакомыми с этими реалиями, может показаться, что это правда. Нет, это не правда. Он вас кинет так, вы будете просто лететь с 10 этажа, в определенный момент. В тот самый момент, когда вам будут рассказывать, что все договоренности достигнуты, что Путин будет их соблюдать, что по Донбассу мы решим и так далее. И вот уход бессмертного, точнее его увольнение, это для меня плохой симптом. Я не знаю никаких деталей, но если действительно есть серьезная, не шуточная, серьезная вера в том, что Минские договоренности не фейк, а это фейк изначально, это знают все, кто его подписывали. Это был ситуативный договор, правда на нем сейчас держатся санкции, но от этого он не становится действующим документом в плане перспективы и дорожной карты. Если кто-то верит, что эти договоренности всерьез, что это действительно Путин своих марионеток хотел, через своих марионеток помириться и отдать Донбассу Украине на какие-то условия, то это предельная наивность. Это наивность ребенка, который играет с гранатой, с ребенкой F1, и вот так на чеке крутит ее. А дядя говорит, ничего страшного, крути, ничего не будет. Я очень хотел бы предостеречь от допуска Венедиктова в украинский и медиаполе, и вообще в принципе в Украине. Я хотел бы предостеречь от того, чтобы доверять ему всех людей, которые окружают Зеленского, и журналистов, и политологов, и любых людей. Это человек Путина, личный, а человек Путина, это его сотрудник и подчиненный. Я призываю и администрацию, и Зеленского, и депутатов, и любых аналитиков не верить ни одному слову, которое говорит этот человек. Даже если он скажет, что белое это белое, не верьте, потому что он это точно для чего-нибудь говорит, чтобы в нужный момент накинуть на вас кремлевскую петлю. С такими, если это не дай бог действительно посредник, то с такими посредниками, троянскими конями мы историю знаем, трое падет и будет просто за одну ночь перевернуто. И здесь он может готовить все, что угодно Путин, но содействие в подготовке того, чего хочет Путин, это именно Венедиктов и ему и тому подобное. Верить таким людям, господин президент, господа окружения президента, господа политологи, политики, депутаты, журналисты, нельзя. Мы все рискуем оказаться в дураках, оказаться обыгранными и оказаться уничтоженными. Не дайтесь, не будьте наивными, не будьте доверчивыми, не будьте легкой добычей. Помните, что вы это не только вы, что за вами Украина и люди, которые должны и готовы за нее стоять, биться до последнего. Побеждать надо везде и на таком фронте, держать фронт и на таком фронте и на таком фронте, и на таком фронте, любая ваша слабость будет воспринята Кремлем как поражение. Спасибо всем, кто смотрит мой канал в YouTube. Спасибо, что подписываетесь, лайкаете. Спасибо, что присчитаете донаты на развитие канала. Мне очень-очень это приятно. Я вам искренне от всей души благодарен. Спасибо за все. До новых встреч.